Друзья, всем привет! Выпуск под номером 168. Пообщаемся на тему прибыли. Как сделать максимальную прибыль? Что такое прибыль? Также поставим цель на день, позанимаемся спортом. Ну и что, друзья, как всегда, счастья, здоровья! Подпишись на канал, поставь лайк. Погнали! Для максимальной прибыли определи и продавай на широкие потребности, желания и тенденции. Создание спроса на рынке, удовлетворение потребностей и решение проблем с помощью креативных инноваций есть сущность создания прибыли. Есть обманчивое убеждение, что прибыль приходит сама с собой. Чтобы бизнес создать, необходимо запустить кучу процессов, понанимать людей, арендовать офис, купить кучу техники и кучу-кучу всего приобрести. И прибыль это, как и клиенты, это само собой разумеется. Это приходит само собой. У меня есть куча примеров ярких, к сожалению, неудачных, которые показывают, что происходит, когда человек, владелец бизнеса, не думает о привлечении клиента и, что самое главное, не думает о прибыли. Когда пусть даже продукт продается, пусть даже есть клиенты, но если нет прибыли, то нет ресурсов для развития. Нужны ресурсы для развития, чтобы они были, для этого необходима прибыль. А чтобы была прибыль, для этого необходима инновации. Просто уже купить, продать. Ну, может где-то это еще и работает, но мы уже от этого отходим. Сейчас уже на рынке предложения превышают спрос. Поэтому продают те, у кого есть креатив, у кого есть крутое, уникальное торговое предложение. Просто так уже включить рекламу, поставить цену, сделать интернет-магазин, просто так уже не работает. И это про каждую услугу я так могу сказать. Просто так это уже не работает. Раньше было достаточно сделать сайт, запустить рекламу, пойти обклеить объявлениями полрайона, написать объявления в газету и тебе звонят. Сейчас уже не так. Сейчас уже наоборот, префицит товаров и услуг. Поэтому сейчас продают только те, кто изучает маркетинг, те, кто подходит с креативом к продаже, те, кто создают спрос. Не те, кто просто паразитирует на рынке. Такие существуют, такие есть, конечно. Но это до поры до времени. Мне кажется, что в скором времени уже будет достаточно сложно продавать, если у тебя нет ни уникального торгового предложения, ни оптимальной стратегии продаж. Если у тебя не будет воронки продаж, то без этого никуда. Реклама, реклама. Реклама ест денег. Сколько ты в нее не вложи, все равно она все съест. И важно с большой, огромнейшей аудиторией находить тот маленький процент, кому нужна твоя услуга, кому нужен твой товар. И таргетировать на них, именно на них. И показывать, почему именно им нужен тот или иной товар или услуга. Показывать боль. Показывать боль этой услуги. Чем ярче ты покажешь боль, тем больше у тебя будет возможности поставить прибыли. По-другому это просто не работает. Уже реально не работает. У меня есть примеры, когда человек купил кучу оборудования, снял офис, пошел открыл себе частного предпринимателя, сделал все документы, сел в офисе, посидел годик, все это позакрывал, попал в долги, и на этом все закончилось. И я всегда подхожу к любому делу, к любому бизнесу. В первую очередь это клиенты. Если нету клиентов, ничего не будет. И в то же время клиенты и прибыль, это равностепенно. Тут не нужно это разделять. Если ты разделишь, ну сейчас клиентов мы получим, потом подумаем про прибыль. Ничего не получится. Ну не получится, ты просто, тебя не хватит, не хватит твоих мощностей. Это когда у тебя есть, допустим, бюджет проекта, ты его израсходовал, и потом, как правило, только потом мы начинаем приходить к тому, что нужно думать о прибыли. Как же заработать? Оказывается, не получается зарабатывать там с пол процента или с десяти процентов. Необходимо для того, чтобы окупалось это все, необходимо просчитывать. Здесь очень важно выстроить оптимальную стратегию продаж в любом бизнесе, чтобы ты понимал, сколько стоит привлечение одного клиента, какие каналы привлечения. Это все просто, это как в казино. Ты приходишь, только здесь ты все просчитываешь. В казино ты ничего не просчитаешь, только здесь ты все просчитываешь. Для того, чтобы с этого канала получить такую-то прибыль, необходимо вложить столько-то. И это будет, допустим, х2. Но для того, чтобы прийти к этому, необходимо вначале все оттестировать. В общем, совокупность факторов влияет на прибыль, но про прибыль необходимо думать в самую-самую первую очередь, точно так же, как и про клиентов. В первую очередь, когда ты открываешь дело, ты должен думать первое о клиентах, второе о прибыли. Даже не так. Первое и второе – это равностепенно. Вот прими такую позицию, что клиенты и прибыль – это то, что ты думаешь в первую очередь об этом. Я так же много встречал ситуации, когда очень крутой продукт, ну реально классный продукт, и его покупают, но туда не заложена прибыль по какой-то причине. Вот реально по причине того, что человек боится потерять уровень продаж. А может тебе стоит продавать 2-3 продукта в день, и ты будешь зарабатывать больше, чем ты бы продавал 20 таких продуктов. Может для тебя это достаточно? Посмотри. Как правило, еще есть просто банальное непонимание того, что необходимо повысить цену. Я видел таких людей, которые приходили на какой-нибудь коучинг по финансам и выходили оттуда. Точно необходимо в 2 раза увеличить стоимость моего продукта, и будет у меня все хорошо. И после этого пишут крутейшие отзывы о коучинге, и как он на них повлиял. Они пришли, послушали стандартную информацию и просто увеличивали стоимость своего продукта. И с тех пор все у них пошло хорошо. Ты не думай, что если у тебя большие зазоры на продукте, то ты меркантильный. Это бизнес. И дело в том, что кучу денег уходит. Если ты еще не сталкивался с этим, кучу денег уходит на рекламу. Это вообще сумасшедшие деньги уходят на рекламу. Сейчас такое время без рекламы никуда, но для того, чтобы ты зарабатывал, ты должен вкидываться в рекламу. Обслуживающий персонал, зарплаты, офис, техника и так. Куча, куча всего. Развитие. Денег уходит на развитие кучу. Если ты веришь в свой продукт, если ты понимаешь, что этот продукт должны увидеть массы, ты должен закладывать туда прибыль. Потому что без прибыли увидят единицы твой продукт. Для того, чтобы твой продукт увидели массы, для этого необходимы бюджеты, рекламные бюджеты. Все банально просто. Но чтобы они были, ты должен откуда-то брать эти деньги. Друзья, вот такая вот идея. Если понравилось, поставь лайк. Если знаешь человека, с которым можно поделиться этими мыслями, поделись, пожалуйста, этим видео. Я буду тебе за это благодарен. И этот человек будет тебе также благодарен за то, что ты поделился с ним этой информацией. А мы, друзья, что? Выходим сейчас на улицу, будем заниматься спортом, ставить цель на день. Погнали! Так, выбрался на улицу. Сейчас идем, позанимаемся спортом, поставим цель на день. Кстати, зайду на отделение почты, позабираю подарки. Вот. Так как сегодня 30 число. Вот. И завтра уже Новый год. Вот. Так. Пообщаемся, друзья, на тему очевидные простые вещи. Да, есть люди, говорят, да, я это знаю. Да, это ж простые вещи. Это ж понятно. Это очевидные. Вот. И ты смотришь, думаешь на него. Слушай, ну если ты знаешь такие простые очевидные вещи, да, как ты говоришь, то в чем проблема, да, в чем причина того, что ты не добиваешься ничего, да. Ты из себя толком ничего не представляешь, да. Ну и есть реально разница. Одно дело знать, а другое дело использовать, внедрять, да. Можно знать о том, что, там, не знаю, качей. Можно подойти сейчас вот в реку нырнуть и заболеть, да. Ну, я об этом знаю, я этого не делаю. Можно это знать и пойти купаться, да, и пойти сейчас купаться, и заболеть, и получить какие-то осложнения. Вот. Ну, точно так же во всем остальном. Если ты знаешь простые очевидные вещи, в общем, я считаю, нельзя говорить, я знаю, я это знаю, я это проходил. Одно дело, когда ты знаешь это дело, а другое дело, когда ты это внедряешь в свою жизнь. Вот. Вот. Основное, да, то есть, если тебе кто-то говорит о том, что, да, не надо мне рассказывать, я это прекрасно знаю. Ну, во-первых, не надо этому человеку действительно ничего рассказывать, да. Это он не стоит твоего внимания, если ты даже хочешь ему помочь. Вот. А во-вторых, одно дело знать, а другое дело применять. Мы много чего знаем, да. Но, к сожалению, мы просто много из этого всего не применяем. И мы готовы заплатить кучу денег за то, чтобы было над нами какое-то руководство. Был человек, который просто контролировал, чтобы мы занимались спортом, контролировал, чтобы мы там что-то изучали, обучались чему-то. Вот. Простым вещам. Ух ты, как кричишь сильно. Простым вещам. Вот. Очевидным вещам. Так что, друзья, одно дело знать, а другое дело применять. И я себе за правило взял, что я стараюсь не говорить, что то я знаю, да. Я стараюсь, если мне что-то нужно, да, если что-то нужно мне узнать, то я стараюсь всю старую информацию по возможности выкинуть из головы, да. И на это место поставить новую информацию, которую я буду применять. Потому что просто знать не работает. Работает только тогда, когда мы применяем. Вот. Такая идея. Сейчас уже добрался я до турника. Будем сейчас подтягиваться, отжиматься от пола на брусьях. Приседать. Вот. И ставить цель на день. Погнали. Так, по целям на день на сегодня это собрать вещи. Подготовить вещи, подвести итоги, поставить цели, которые еще, в каких областях жизни еще цели не поставлены. Вот. И сегодня вечером будет дальняя дорога. Едем в Черновцы, вернее в Черновицкую область. Новый год будем встречать в горах. Вот такая моя цель на сегодня. То есть подводим, подводим еще итоги. Вот. Как раз сегодня буду в дороге. Я люблю, кстати, кататься, люблю ездить, путешествовать. В это время крутые мысли в голову посещают. Вот. Такая моя цель на сегодня. Всем, друзья, продуктивного дня. Завтра уже, в завтрашнем выпуске увидимся уже в Черновцах. Вот. Так, друзья. Желаю всем продуктивного дня. Ставьте цели, выполняйте. Пока-пока. До завтра.